На днях в Республиканский центр медицины катастроф поступили еще 9 автомобилей на платформе ГАЗ. В предыдущей декабрьской партии также пришли отечественные Соболи. Санкции, введенные в отношении нашей страны, сказались и на обеспечении автомобилями экстренной службы. Цены на иномарки, да и на запчасти к ним подскочили в несколько раз. Как обстоят дела на автобазе скорой помощи, нет ли дефицита в машинах, выясняла Татьяна Иванова. Я буду поднимать одно отверстие. Вот давай, вот сюда наживляй. Это ежедневная работа слесарей автобазы Центра медицины катастроф. Одномоментно на приколе находятся 3-4 машины. Для несложного ремонта есть все условия. Смотровая яма, подъемник. Все автомобили уже переобулись на летнюю резину. И сейчас надо привести в порядок дырявые камеры. Сколько машин? На лето, на зиму, перебывается. В прошлом году санкции дали о себе знать. По старым ценам закупки запчастей стали просто невозможны. Справлялись как могли. Но сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Планы закупок составляются заранее и с учетом нынешней стоимости расходных материалов. Заключены договора со специализированными организациями, если автомобили требуют сложный ремонт. Но это в основном ремонты иномарок. Это Форды, Мерседесы. Также заключены у нас контракты на приобретение запасных частей для автомобилей газ и для иномарок. После смены водители возвращают автомобили скорой в гараж. Техника тоже должна отдыхать. За сутки работы бригады, особенно в районах, набирают колоссальный километраж. Есть в автобазе рекорд – 1200 километров за одно дежурство. Это было в пик пандемии ковида. Машин у нас достаточно. Автопарк у нас большой, потому что он регулярно обновляется. На сегодняшний день на линии 254 автомобиля. Бригад у нас на сегодня 102 бригады круглосуточных, которые выезжают по всей республике. Но в ковидное время это было 125 бригад. То есть автопарк скорой помощи укомплектован с большим резервом. Практически не бывает, чтобы в бригаде не на чем было выезжать. Любая неполадка устраняется моментально. А перед выездом каждый автомобиль обязательно проходит предрейсовый осмотр. И, конечно, мойку. Санитарный транспорт должен быть безупречно чистым. За это отвечает Иван Киргизов. Он молодой сотрудник автобазы, работает всего год. Но дело свое выполняет основательно и быстро. На автомойку машины заезжают в определенные часы, когда закончится смена. Пересменка у нас длится от 6 утра до 9 утра. Как бы за это время 30 и 50 машин точно есть. То есть 10 машин в час. Такой темп работы. За сутки по всей республике бригады выезжают до тысячи раз. Татьяна Иванова, Андрей Шоклев, Вести Чувашия.